Во времену, мимо еды Иисус, видя человека слепа от Рождества, И вопросивши Его ученицы, Его глаголюще, Рави, кто согреши, сей ли или родители Его, да слеп родите. Отвечай Иисус, не сей согреши ни родители Его, Но доявятся дела Божии на нем. Мне подобает делать и дела, пославши Гумиа, Донде же день есть, приидет ночь, егда, никто же может делать и. Егда в мире есть, свет есть миру, сия рек, плюну на землю, И сотвори брение от пленовения, и помаза очи брением слепому, И речи ему, иди, умыся, купили силу амсти, Не рассказается послан, иди же и умыся, и прииди, видя. С воскресным праздничным днем вас сердечно поздравляю, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Дорогие братья и сестры, шестая неделя по Пасхе. Отдание праздника Пасхи будет на следующей седьмидце в среду, 24 мая. И в этот же день предпраздненство Вознесения Христова. То есть в четверг, великий двундесятый праздник Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Здесь, в нашем храме, будет служиться две праздничных божественных литургии. Ранее в семь, позднее в десять. Так как это день рабочий, может быть многим удобно в семь часов перед работой успеть на брачный пир, на который нас созывает Господь наш Иисус Христос. Ну и накануне, в среду вечером, все ночные бдения. 24 числа, в среду, кроме того, Святая Православная Церковь вспоминает равнопостных Кирилла Мефодия, учителей славянских. Это особый день для всех славян, родные мои. Мы служим божественной литургией, все службы наши на церковном славянском языке. Это и есть тот язык, который даровали в свое время, или Господь через салунских братьев Кирилла Мефодия даровал славянам письменность и языки славянские. Вы знаете, наверное, и слышали, что обычно ежегодно в Минске проходят Кирилла Мефодийские чтения. В этом году это 29-е Кирилла Мефодийские чтения. И открытие было в четверг на прошлой седмице. Владыка-митрополит Вениамин открывал и благословлял на труды всех участников вот этого, этих чтений. Ну и одно из направлений сейчас, довольно богатая программа, с ней можно ознакомиться и на официальном сайте, и на сайте нашего прихода. И различные секции уже работают. И одна из этих секций традиционно проходит в нашем с вами приходе. Это секция библиотекарей. Вот в пятницу на прошлой седмице как раз конференция библиотекарей «Духовное возрождение общества и православная книга» прошла здесь у нас, в нашем с вами приходе. Почему? Потому что наша библиотека, наша с вами прихода, она имеет статус республиканский. То есть это главная, можно сказать, библиотека, приходская Белорусской Православной Церкви. Даже не нашего прихода и даже не Минской епархии, а Белорусской Православной Церкви, Белорусского Экзерхата. Поэтому, кто еще не пользовался нашей библиотекой, пожалуйста, советуем вам, потому что там прекрасное сделано такое электронное сопровождение нашей библиотеки. То есть если какая-то тема вам нужна, тотчас же вам наберут и укажут, где стоит та книга, которая вам очень сильно необходима. Тем более, что я хочу вам сказать, что уникальные книги у нас есть, уникальные издания, особенно такая публицистика и издания церковные, дореволюционные и Минской епархии, и вообще по всей Белоруссии. В Виленской епархии тогда она была таковой. То есть, пожалуйста, можно там увидеть книги уникальные, еще дореволюционные. Как-то почувствовать, вот когда открываешь вот этот сборник журналов дореволюционных, вот чувствуется это какая-то духовная жизнь или атмосфера того времени. Чем жили наши братья и сестры, ну, может быть, сто, а то и более лет назад. Это наша библиотека. Дорогие братья и сестры, в День памяти Кирилла и Мефодия, учителей славянских, то есть в среду, традиционно будет совершен крестный ход. Крестный ход из Минского кафедрального собора на Замчища, то есть в нижний город Минск. Там на Замчища, как вы знаете, многие из вас знают, кто-то, если не знает, знаете, что там как бы остались фундаменты, может быть, первого христианского православного храма в городе Минске. Вот там, возле этих фундаментов оставшихся, и там же камень памятный установлен на этом месте. Вот туда наш крестный ход из Минского кафедрального собора опускается, пересекая Немигу улицу. Ну, и к нам присоединяется еще крестный ход Свято-Петропавловской церкви. Несколько, ну, сколько-то лет назад, лет 10 назад, еще присоединялись верующие из Мари-Магдалининской церкви, они оттуда сверху шли. Но сейчас трудно пройти, конечно, по Немиге, узенький тротуар, как раз на мосту через Свято-Петропавловский крестный ход и кафедрального собора. Кто имеет возможность? Пожалуйста, Владыка Вениамин приглашает всех нас поучаствовать в этом мероприятии. Ну, в 9 часов начинается Божественная Литургия, где-то в 11 часов и духовенство собирается в кафедральном соборе, и приблизительно в 11.30 начнется крестный ход. И еще раз повторюсь, Владыка Митрополит пригласил, кто может поучаствовать в этом событии, в этом радостном событии, потому что там митинг важный очень. Принимает участие и каждый год посол болгарский, и российский посол обязательно, и представители властей, ну и духовенство, богословы и так далее. Это в среду. А вот сегодня Святая Православная Церковь поминает апостола из 12 первых апостолов, апостола Иоанна Богослова. Сегодня мы слышали с вами Евангелие, отрывок из Евангелия Иоанна Богослова, 9 главу. А во вторник Церковь поминает еще одного апостола из 12, Симона Зевота. Ну а в понедельник, то есть завтра, дорогие братья и сестры, Церковь поминает наиболее, наверное, почитаемого, святого, не только в Русской Православной Церкви, но и во всей Православной Церкви, во всем мире, ну и даже и у католиков. Это святитель Николай, архиепископ Амеликийского Чудотворца. Завтра, в понедельник, святитель Николай, архиепископ Амеликийского Чудотворца. А мы завтра вспоминаем как раз перенесение его святых мощей из Мирликийских в бар. Ну, дорогие братья и сестры, мы знаем, насколько люди любят этого святого, поэтому две службы, хоть это и рабочий день, но все-таки две службы будут праздничных здесь у нас совершаться. В нашем соборе ранее в семь, позднее в десять. Итак, завтра, ранее в семь, позднее в десять, будем поминать вот это удивительное событие, чудо перенесения мощей Николая, архиепископа Амеликийского, из Мирликийских в бар. Ну, накануне, то есть сегодня вечером, будет всеночное в день и служиться в нашем храме. Ну, вот такие события нас с вами ожидают, дорогие братья и сестры. Ну, а сегодня, еще раз повторюсь, мы слышали с вами отрывок из Евангелия Иоанна Богослова, как раз об исцелении слепорожденного. Это третий год благовестия Христова, приближались уже его страдания Господа, и он уже готовил своих учеников, апостолов, к тому, что предстоит пережить им, что он будет схвачен, будут издеваться над ним, а потом даже и убьют, но в третий день он воскреснет. Господь готовил своих учеников. Они были на празднике Кущей в Иерусалиме. Праздник Кущей иудейский, этот праздник, он один из трех самых главных иудейских праздников. Совершается он в память о странстве иудейского народа, когда они вышли из египетского плена, до вхождения в их землю обетованной. Вообще слово Кущей – это палатка, то есть поставление палаток, воспоминания о том, как они были кочевниками, кочевали по пустыне, и даже скиния была, то есть церковь Божия была в палатке устроена. Вот, дорогие братья и сестры, об этом как раз и было воспоминание. На это празднество обычно собирались иудеи не только из Галилеи, из Амалии, из самой иудеи, но и из России. То есть все иудеи обязательно собирались в Иерусалимском храме. И Господь наш Иисус Христос также вместе со своими учениками, он был на этом празднике. Праздник завершился, и вот они уходили из Иерусалима. И возле храма иудейского сидели многие увечные люди, больные, хромые, слепые. И возле ворот каждого города, да во всем мире в том древнем. Вот эти люди, которые не могли сами себя своим трудом обеспечить, только кормились от милостыни. Вот ученики и Господь проходили как раз мимо такой группы людей, которые сидели. Ну и Господь учил учеников своих, что каждый грех имеет последствия. Это не только рана для души, но и рана для тела человеческого. Люди страдают. Вспомним расслабленного у овчей купели. Помните, Господь исцелил его, исцелил его. А когда встретил его в Иерусалимском храме, сказал, больше не греши, потому что тебе еще хуже будет. То есть последствия, если ты еще согрешишь, так тебе еще хуже последствия будут. Или, помним, в другого расслабленного, которого принесли на носилках в горницу, где Господь благовествовал. А народа было много, зайти нельзя было. Они разобрали кровлю, опустили к ногам Христовым. И что сделал в первую очередь Господь? Он как бы изъял из этого расслабленного, страдающего человека причину, почему он в расслаблении. Он сказал, прощаются тебе грехи твои. То есть он простил, как Сын Божий, прощаются тебе грехи твои. А уже потом сказал, возьми одр свой и ходи. Сегодня тоже были в недоумении ученики, но как же так? Родился человек слепой, слепой от рождения. То есть он как бы в очреве матери никак не мог согрешить. И вопрос к Господу был, кто согрешил? То есть за что он Господом Богом, грубо говоря, наказан? Потому что мы уже много раз говорили, что Господь не наказывает людей. Он просто-напросто встряхивает каждого человека через какие-то трудности, болезни, может быть. Кто же согрешил? И Господь сказал, что ни он не согрешил, ни родители его не согрешили. Но на нем должна быть слава Божия или дела Божии явлены. В одном месте Евангелие говорил о славе Божией, о делах Божьих. Это то же самое, родные мои, что произошло с Лазарем четырёдневным. Господь специально выдержал эти четыре дня, не шёл сразу же помогать Лазарю, исцелять его. А только тогда, когда уже необратимые процессы начались, тело стало разлагаться. И только тогда Господь воскресил Лазаревич, что невозможно. Сегодня случилось то же самое, абсолютно невозможное. Почему? Вот сегодня мы слышали евангельское чтение. Оно очень долго рассказывало о том, насколько недоумевали иудеи, и фарисеи, и книжники, первосвященники, недоумевали от того, что произошло. Ведь человек слепорожденный рождается с пустыми глазницами. Там нет органа, который мог бы человеку дать возможность смотреть. Если человек в течение, любой человек, который был зрячим и по какой-то причине травму получил, или что-то иное, да, действительно мы с вами понимаем, что все-таки органы у него остались, просто поврежденные. Их, наверное, можно восстановить каким-то образом. В каких-то случаях можно, в каких-то таких трагических совершенно, может быть, и нельзя, но возможность есть. А слепорожденный у него нету этих органов. Он, как сегодня сказано в Евангелии, все поражались, что с предвека такого не слышали. То есть два таких события больших. Воскрешение Лазаря и сегодня как раз исцеление слепорожденного. И вот Господь наш, Иисус Христос с учениками шли мимо этих людей. И после вопросов, которые задали ученики Христовы ему, кто согрешил, он или родители его, он взял, подошел к этому слепому человеку, сделал, взял земли немножко, плюнул на нее, сделал брение из плюновения и помазал глаза этому слепому человеку. Если бы человек этот слепой, он не слышал о том, что появился новый учитель, Иисус из Назарета, скажите, он бы потерпел бы такое? Вот представьте, если приходит к нему, подходит к нему человек, и грязью мажет ему глаза. Ну нет, конечно же, мы понимаем, что вот эти люди, страдающие, убогие, разными болезнями, конечно, они слышали о том, что в Назарете появился удивительный человек, который даже нестеримый больных истеряет. Они, слухи эти, конечно, они слышали. И кто перед ним был, перед этим слепым, он тоже знал. Сказали, шепнули ему, что да, это Иисус из Назарета. Поэтому не возмутился этот слепой человек. А Господь сказал ему, иди в купельный Силаам, а мы глаза свои. И смотрите, Господь ведь у этого слепого не спросил, а имеешь ли ты веру, что я смогу тебе помочь? А какая у тебя вера, большая или маленькая? Вообще вопросов никаких. Просто подошел, помазал бриновением глаза этого слепого, и тот пошел в купельный Силаам. Он знал, кто такой Иисус из Назарета. Он верил и был уверен твердо, что да, он ему может помочь. Почему мы делаем такой вывод? А родные мои, только что праздник Кущей завершился, и люди из России не отовсюду шли по этим узеньким улицам Иерусалима. Это солнце палящее в это время. И этот слепой шел по этим улицам, толкался, его толкали эти люди, а он шел в купельный Силаам, понимая и зная твердо, что да, этот Иисус из Назарета, этот человек ему может помочь. Да, действительно, он прозрел. Вот тут начался ужас. Как мы с вами слышали сегодня, сколько его допрашивали. И родители его допрашивали. Как это могло случиться? А случилось это в субботу. Господь специально, но не специально, я сказал бы. А может быть, даже и специально Господь хотел учителям духовной жизни, которые стали уже слепыми иудейского народа, показать, что до день, который мы должны посвятить Господу Богу, который они должны были, ну, у них суббота, у нас воскресенье, так надо посвящать Господу Богу не просто ничего вообще не делания, потому что это абсурд. И Господь много раз мы с вами слышали, как Господь говорил фарисеям, которые его упрекали, что он нарушает закон Моисея в субботу. Ничего не делания. А вы что, скот свой не поете? Ну, помните пример, который Господь сказал однажды? Говорит, а если ослик ваш, вы пошли его поить, а он упал туда в колодец, вы его будете доставать или нет? Будете. А кушать готовите вообще по утрам? Кушайте или нет? Кормите скот свой, поите его. Да, все это делается. Так вот, тот день, который мы посвящаем Господу Богу, это день добрых дел. Добрых дел. Не неделания вообще, а просто добрых дел. Любые другие дела, по дому и так далее, мы делаем шесть дней, делая до сотворивших дней вся дела твоя, а день же седьмый, воскресенье в нашем случае, Господу Богу твоему. Вот мы собрались с вами на брачный пир, который Господь наш созвал сегодня, и мы сегодня, а вот сейчас вот побыли здесь в храме, напоились в благодати Божией, и идем по домам своим, а Господь будет нам помогать в этом случае. Если сейчас мы еще на дачку поедем, как многие, ну это нужно, ничего тут не поделаешь, но мы-то на брачном пире побыли, и Господь благословил на нас, на добрые дела. На даче поработать – это доброе дело или нет? Ну, я думаю, что доброе дело, черт тут. Да. Это ничего не неделание, это не лежание перед телевизором на диване, да. А это труд, да. Слава Богу, Господь благословляет нас. Так вот, сегодня действительно Господь совершил это чудо. И так как оно обескуражило просто, поразило всех окружающих, не могли в это поверить. А ведь уже было принято решение иудейскими начальниками, чтобы Христа Спасителя, Иисуса из Назарета, схватить и убить Его даже, было принято решение. А чтобы запугать людей, чтобы они не шли за Ним, и не почитали Его своим учителям, четко было сказано, что мы будем отлучать вас от синагоги. Это страшное наказание для иудеев. Вы представьте себе, вот вы привыкли в воскресенье или в любые другие праздничные дни приходить в храм, вот как мы сейчас с вами приходим. И вдруг вам запрещают, и вас не будут пускать. Это трагедия, действительно. И тогда это была особо большая трагедия, потому что иудеи с детства научались, по крайней мере, посещать иудейский и иерусалимский храм. Хотя бы, то есть привычка уже была даже, которая, может быть, у многих была именно желанием таким. Человек не мог без того, чтобы не посетить храм в день, который посвящали Господу Богу. Вообще, это вот глава 9, она говорит о последних, я повторюсь, что это третий год благовестия Христова, последние дни пребывания Господа на земле. Если вы посмотрите Евангелие Теоанна, начиная даже с пятой главы, а восьмая глава там вообще очень... То есть Господь начал открывать, кто Он на самом деле, что Он действительно Сын Божий. Он уже говорил об Отце Своем. И если взять восьмую главу, почитаете сегодня вечером, посмотрите, как они издевались над Господом. А в принципе, даже более того, ведь собирали камни, чтобы его убить. Это так же, как в Назарете было. Помните, когда Он своим, так сказать, согражданам в Назарете попытался, ну, начал, вернее, не попытался, а начал благовествовать. И те сказали, это ты, сын Иосифа, плотника, ты нас учишь? Ты же безграмотный, ты нигде не учился. И собирали камни, и сбросить его еще с утеса, чтобы убить. И тут то же самое получалось. Не воспринимали то, о чем Господь говорил. Потому что воспринять это было очень сложно. Но вот в то время, это нам, христианам последних времен, нам открыто, что произошло потом, и по какой причине, и почему это правда. Нам это открыто. А для них это было новое. Да, вот, что Бога убьют, ну, это юродство, как мы с вами знаем, так воспринимали это. Элины вообще говорили, что это глупость полная совершенно. Это соблазн для иудеев. И так далее. То есть, допрашивали бедного этого человека, но мы должны из сегодняшнего Евангелия важную вещь одну, как бы, запомнить и понять. Господь говорил о том, что Он свет миру. Он свет миру. Я свет миру. Я пришел в этот мир, чтобы открыть ваши духовные очи. И то, что сегодня произошло с этим слепорожденным, это не только его прозрение, его физических очей. Нет, это не только это. Он прозрел духовно. Потому что последнее, что произошло, вот этот диалог, когда Господь у него спросил, узнав, что его отлучили от синагоги, утешить его пришел. И спросил его, а ты веришь ли в Сына Божий? А кто это? А он же, слепорожденный, он же не видел Христа. Он же его не видел. Он же был слепой совершенно, когда он ему помазал глаза. Он ничего этого не видел. А кто это такой? Ну, вот это я перед тобой и с тобой разговариваю. Вот тогда он, да, я верую в Господе, в Тебя. Да, и поклонился нашему Господу Иисусу Христу. Еще, родные мои, вот такой момент. А почему, зачем Господу надо было делать это брение, вот, исплюновение, вот он взял земли немножко, плюнул там, смочил, как бы там и глаза. Зачем? Ведь он исцелял словом своим. Вот вспомнил, как слуга сотника была, особо, особо такой яркий пример, когда сотник пришел просить за свою слугу, которая зло страдает, то есть кричит от боли. А Господь сказал, да, я сейчас приду к тебе, да, я помогу тебе. Да не надо тебе идти. Я не достоин, что ты, значит, под кровь дома моего зашел. Я не достоин этого. Достаточно слова твоего. Зачем Господь делал вот как раз брение и сплюновение? Ну, во-первых, если мы вспомним, как Господь творил окружающий нас мир, родные мои. Да, действительно, ведь как растительный мир появился? Господь сказал земле. Господь сказал земле и появилось что? Ну, сначала лишайники, простейшие, мхи, а потом уже трава сеющая по семью своему, а потом уже деревья, которые давали плоды, в которых семена и которые могли размножаться. Земля, земле дал свойство удивительное, свидетели которого мы сейчас с вами являемся, разве нет, родные мои? Я сказал про дачку, а вы там кто там помидоры, огурцы, семечка там в землю закопали? Да? Что нужно для того? И вот эта семечка в земле и вдруг из семечка появляется росточек, а потом и помидорчики появляются. Вот это чудо, которое Господь в притворении мира дал свойство земле такое. И вода, конечно, нужна. И вода, конечно, нужна, потому что, если помните, птицы небес неоткуда появились, и там рыбы и тому подобное. Господь сказал воде, и воде Он дал такое свойство. Поэтому для того, чтобы из семечки растения появилось, нужно и воды добавлять. Земля и вода имеют такие свои свойства, родные мои. Это вещества, на котором зиждется, которые являются фундаментом нашего окружающего физического мира. А сколько процентов воды, родные мои, в каждом из нас с вами? Ну, у более молодых там 70%, постарше уже 60%. Ну, у меня 55% уже стало. То есть, вообще, половина моего естества физического, это вода. То есть, вот эти вещества, которые, из которых Господь сотворил этот мир, удивительные. И, вот, сегодня мы свидетели продолжения творения, потому что глазницы были пустые, и для того, чтобы они действительно стали, получили вот этот орган, который мог смотреть, Господь и взял что? Землю. Вот, при отпевании людей мы же так и поем. Земля еси, то есть, каждый из нас, земля еси, и в землю отойдешь, и в землю отойдешь ты. И вот он, ну, а пленновение, это все-таки вода, и вот он, эти вещества, обладающие удивительными свойствами от Господа Бога, который он дал при творении. Хочу напомнить, что Господь да, дал дар творения растений земле, рыбам, птицам воде, а вот человечка, человека первого, Господь сам творил. Сам творил, взял действительно вот эту глину, как это сказано, то есть, вещество физического мира, из него сотворил, дунул душу, живую в каждую из нас с вами. Дорогие братья и сестры, сегодня словами заканчивается словами этого слепого, которые он обратил к начальникам иудейским, ведь чудо, которое совершил Господь наш Иисус Христос, Бог грешников не слушает и не слышит, но слышит только тех, кто почитает Его, Господа Бога, кто верует в Него, и кто творит дела Его. Вот сегодняшние важные слова для нас с вами. Господь грешников, Господь Бог не слышит. Так сказал тогда действительно этот слепорожденный, но изменилось все, когда Сын Божий отдал жизнь свою на Голгофе для нас, нас ради человека, нашего ради спасения. Поэтому Господь, Бог сегодня слышит любого человека и грешника тоже в этом новое время до скончания века. Господь слышит каждого из нас с вами. Поэтому помощи Божьей, родные мои, в нашем с вами пути спасительном, ну и благословение Божие на всех нас. Христос воскресе! Поистине! Христос воскресе! Поистине! Христос воскресе! Поистине! Поистине воскресе Христос! Поистине! 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 Поистине!